Субтитры делал DimaTorzok 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 Просто я знаю очень многих, которые вот ходят в большой и не дай бог исковеркают какое-то там классическое произведение, что классика это классика. Вот вы свое пишите. Я себя к этим людям не отношу точно. Потому что я считаю, что хорошо то, что убедительно. Ну то есть если там бегают с голым задом и обливаются, не знаю, свекольным соком какие-то люди, а это Анна Каренина, если это убедительно, я понимаю, почему именно такая метафора. Да бегать его хоть с чем голым. Если это убедительно, если это в меня попадает. Если это ради хайпа и эпатажа, вы мне тут разделили артистку, понимаешь, она тут сейчас будет испражняться. Я такая, ну и, а почему нельзя? А почему нельзя не так? Ну то есть убедите меня. Убедите меня как зритель или как артистку. Убедите меня, что вот здесь должно быть именно так и никак иначе. Почему, когда я смотрю Груз-200 и вижу, как вываливают этот труп из сценкого гроба на девушку, у меня не возникает никаких вопросов. Жуткая же сцена. Сцена же жуткая. Жуткая. Мне приятно на это смотреть? Очень неприятно. Но я понимаю, что так и должно быть. У меня не возникает вопросов, почему здесь обязательно нужно вывалить на несчастную эту девушку труп. Поэтому как бы... Господи, Диоров, ты просто, ты обязан посмотреть это интервью, потому что вы не понимаете, так как я уже третий проект подряд с ним работаю, вот эта его коронная фраза делайте, что хотите, это просто невозможно, потому что он... Делайте, что хотите. И все, я уже... Из меня она лезет просто... Делайте, что хотите. Про вот партнерство на сцене легко вы с коллегами общий язык находите? Да. Ну, в основном, да. Редкие-редкие бывают какие-то исключения. Но бывает, что мне кто-то, ну вот, не нравится. Ну, просто органически. Вот мне не нравится человек, и он, может быть, мне не нравится актерский, то, что делает. А как вы тогда коммуникацию с ним устраиваете? Ну, стараюсь как-то все равно по рабочим моментам достаточно честно делать то, что я должна делать, и пытаться как-то пристроиться, если и, да, ну, как правильно сказать, если мне партнер что-то не додает условно, ну, я стараюсь сама там... Ну, вот я говорю, артисты-анонисты есть такие, которые сами с собой играют, и ты там в них как не бейся, а они тебя видят вот как-то сквозь. И ты такой, да твою мать, ну, мы же вместе, а что я сам с собой? Ну, ладно, играешь сам с собой, я буду отыгрывать как бы то, что ты тут себе напридумывал. Есть такие. А не было желания тоже начать играть сама с собой? Нет, скучно. Ну, это какое-то... Во-первых, это противоречит профессии, как бы, все-таки, школе, как минимум. Нет, ну, просто если партнер уже начал это делать... Ну, это будет очень странное зрелище. Два дебила, это сила. Один свою дуду какую-то гонит, и вторая в стороне свою дуду. И что? И что увидит зритель, спрашивается? Я думаю, что ничего хорошего он не увидит. Два странных человека, которые сами по себе существуют. Все-таки партнер, хотя бы один должен как-то там цепляться какие-то эти петельки, крючочки, то что называется. Вы много пишете. А вам не хочется выпустить какой-нибудь свой сборник стихов? Да хочется. Я что-то вот как обычно запарываюсь на всей вот этой технической части. Это же надо все собрать, надо что-то понять, как это сделать. Идти ли в издательство, делать ли самой. Ну, в том смысле, что, да, просто в печати. Ну, в общем, короче, я вот все время обладаю... Я неорганизованный человек. Ужасно. Ужасно. Ну, то есть я могу себя организовать в плане основной работы, но еще что-то дополнительное. Все, у меня ага, шарики за ролики, у меня коллапс, я как тот таракашка вот лапками вверху, помогите. Мне нужен всегда какой-то человек, там, администратор, директор, друг, неважно, кто-то, кто в сознании, который такой, давай сделаем так и так. Я такая, делайте, делайте, пожалуйста, делайте. Все, что можете за меня сделать, делайте, я буду счастлива. Но потом обязательно везде еще свой носуну. Ой, я ужасная просто в этом смысле. Это кошмар. Я такая, да-да, делегирую обязанности, делайте, делайте, как вы считаете нужным. Потом, что вы там делаете? Да что вы, не понимаете, как делать? И все. Жуть просто. Вы писали в Инстаграме недавно, что... Ну, вам задали вопрос зрители, чем бы вы занимались, если бы не, собственно, там, сцена. Вы сказали про психологию. Да, я обожаю в башках ковыряться. Во всех, кроме своей. Ну, я просто, если я туда нырну, я оттуда уже не выйду, мне кажется. Я все время смеюсь, что я никак не могу дойти до психолога, потому что я никого не могу обречь на такую суровую участь. Разгребать вообще вот эти обгивы конюшни. Потому что мне кажется, психологу понадобится психолог после вот этих всех слоев. Я прям люблю это все. Ну, и это же, на мой взгляд, по моему ощущению, это же достаточно родственное вообще дело для актерской профессии. Потому что любой персонаж начинается с некоего разбора, из психологического портрета в том числе. А психологический портрет, это всегда сбор признаков. Ну, то есть, условно, если там, ну, непосредственно не вас, ну, кого-то бы я увидела там на улице, да, да, я, ну, я же в теории могу что-то рассказать о человеке по тому, как он идет там, или что на нем надет, или что у него в руках, или как он там, какие у него ужимки. Ну, то есть, так или иначе, ты можешь для себя нарисовать некую биографию этого человека. Может быть, это будет неправда, может, это твоя фантазия. Но куда-то ты все равно, ну, попадешь. Насчет хитов-бардвия. Вот материал, который вы там исполняете, вы сами его подбираете, или вам приносят там... По-разному бывает. Ну, по-разному. Что-то может... Ну, бывает, что ты приходишь, слушай, есть, вот, очень хочется. Но я сейчас там, меня достаточно мало там в последнее время, я так потихонечку... Ну, потому что невозможно это... Когда занятости там и тут плотные, можно сойти с ума просто вот это вот мотание. Ну, и у нас там новые лица, которые тоже должны каким-то образом развиваться, и слава тебе Господи. Может, наконец-то в театре появился еще кто-то. А вы легко можете отдать свое место новому артисту? Что значит свое место? Ну, то есть вы говорите, что новые лица приходят, и кому-то... Мое место, оно как бы... Мое место. Ну, в том смысле, что... Ну, я же не могу сыграть Кимов вместо Сайгон, правильно? Ну, логично как бы. Точно так же, как, условно, там, исполнительница роли Кима на данный момент не может сыграть, там, не знаю, кого-то еще. Это нормально. Это вообще нет ничего тупее этих артисток, артисток великовозрастных, которые до старости... Кем буду играть Джульетту? Парасетте. Это просто... Я видеть этого не могу. Какая ты Джульетта? Акстись вообще, акстись. У тебя там морщины на затылке завязывают, она Джульетту все играет. Куча офигенных ролей по возрасту, куча, иди играй. Нет, вот это вот, я буду до старости бегать, вот это вот, с волосами тут, розу себе. А-а-а, ё-барасетте. Поэтому я очень спокойна. Я, наоборот, я люблю молодняк. Они классные. Но когда приходят вот эти вот... Вот сейчас, я говорю, мы выпускали опасные связи, у нас... У меня три дочки, ну, то есть одна, понимаете, тут три состава. Как бы четыре даже, если быть точнее. Ну, четвертый, еще на другой линейке. И уже более опытная артистка все-таки. Три девки, 17, 18 и 20 лет. Да это такие, прям, вот, девочки, прям, вот, не могу. Прям, ну, это же либо дорого вообще. Пришли глаза вот такие, все, что-то... Театр, я... Это же кайф вообще, кайф. Так они играют, 17-летних. Так и должно быть. Нет, какой-то, да можешь ты, может быть, ты в 60 выглядишь на 20. Сейчас современная пластическая хирургия позволяет нам не стареть очень-очень долго. Но взгляд ты не спрячешь никогда в жизни. Ну, никогда в жизни. Ты все равно тетя. Нет, ну, если ты придурочная, и ты до 60... Ну, тогда, наверное, может, у тебя и взгляд такой. Наверное, есть исключения. У вас был хэштег про поездатую жизнь. А как вообще он родился? Почему вы вдруг решили? А я что-то била реку все рекорды по переезду туда-обратно. У меня был период, когда у меня был... Ну, то есть это такие были мотания, что просто... То есть я могла в месяц там по 15 раз, то есть вот только через день прям мотаться. У меня был личный рекорд. По-моему, это было, когда мы выпускали Дом. По-моему. А, да, именно тогда это и было. Когда здесь шла постановка, а там шла постановка Монте-Кристо. И я в какой-то же момент слилась тогда с Монте-Кристо. Ну, не слилась, я отпросилась, я честно пришла в директ, говорю, Юля, если все, я попробовала сесть на два стула, не вылезаю. Не получается. Отпускайте меня. Если вы меня берете из проекта, я пойму. Может, если нет, дайте я введусь позже. Ну, все, я рвусь на части просто. И меня отпустили, слава богу, за что я безмерно благодарна Юрию Алексеевичу Шварцкову, потому что, в принципе, это не самая распространенная в театре музыкомедия штука, ввестись как бы потом. Да. Поэтому я прям за это просто низкий поклон, что он тогда вошел в положение. И вот у меня тогда, я помню, что был личный какой-то рекорд, сколько там, семь или восемь ночей в поездах туда-обратно, не заезжая домой ни там, ни там. Ну, то есть я ни там не была, я мыла голову на вокзале в раковине. И надо сказать, что я ездила не на самых лучших поездах еще, надо представить. То есть он там на плацкарте на какой-нибудь боковухе там дотрясся, вышел вонючий, побежал на репетицию, не спавший, не сравший, не жравший, ничего, с такими глазами, все в кучу. Вечером отработал, прыгнул в поезд, поехал обратно. Такой же. Такой. Ну и все, у меня день на восьмой, у меня сейчас такая истерика, я помню, случился. Я все время думаю об вот этих концертирующих артистах, которые турами ездят. Я думаю, как они это выдерживают? Нет, я понимаю, что на самом деле со временем все равно некое привыкание наступает. То есть ты уже спишь более-менее нормально в дороге, ну, то есть как бы научаешься спать. Понятно, что не так комфортно, конечно, как дома или в гостинице, но это, я считаю, что людям памятники надо ставить просто. Тем более там же еще большинство переездов автобусные какие-то. Это же вообще с ума сойти. А-а-а! Жуть. Жуть просто. Насчет Магды в «Бали вампиров». А как вы, вы же прошли на кастинг, да? Угу. И вы сразу же прошли? Да. А как кастинг проходил? Ну, было-то как. Была уже дива. Угу. И Корнелиус сам сказал, говорит, я хочу, чтобы ты пришла, попробовала Магду и Ребекку. Ну, потому что все-таки я характерна, поэтому как бы туда и сюда. Ну, я и пришла. Вот, был кастинг, я пришла. Попробовала, спела, наверное, Магду я первую спела. Магду спела. Потом Ребекку спела, он очень ржал до слез просто. Прям хохотил. Ну, потому что я там что-то такую... Он говорит, слушай, успокойся, не надо тебя. Говорит, вот твои Ребекки еще случатся там попозже. Вот. А потом он меня заставил выучить Сару. Я на следующий день еще с... Я думаю, ты что, с ума сошел? Какая у тебя Сара? Но я, перекрестившись, выучила это все дело. Ага. Пришла, на следующий день спела. Хорошо, кстати, спела. Вот. Да и все. А Сару не взяли? Не, слава богу. Нет. Не забыли? Нет. Была бы лирическая героиня. Да. Да она тоже не лирическая, блин. Ну, более чем Магда. Ну, она же все равно такая. Ну, блин. Она мне напоминает гаечку из этого. Типа, вот такая какая-то. Она же все пыль. Восторженная. А у вас зубы остались? Да. А они лежат... Вы их носите вообще где-нибудь? Нет. Нет, у меня одни остались. А сколько было? Несколько. Какие-то мы сдали в театр. А одни какие-то у меня замшелые там такие. Они просто где-то в коробочке лежат? Да. На полке. А у вас всегда не было желания никуда не надеть и пойти? Ну, почему я надевала? Ну, на Хеллвен я надевала, там еще что-то. А, не знаю, по городу может пройти? Сейчас все-таки годы такая. По городу? Ну, я... Нет, у меня и так это идиотизма ухватает в башке. Нет, ну, спасибо за идею. Если вдруг как-нибудь что-нибудь... Нет, ну, сейчас люди как только не ходят, поэтому... Да, да. Ну, нет, на меня иногда находят, но, как правило, это просто выражается в чем-то. Такая, оделась и думаешь, сколько тебе лет вообще? Тетя? Тетя? А если мы же оделись, то вы выйдете на улицу или все-таки дома останетесь? Да, выйду, выйду. Я придурок, мне вообще наплевать. Я иногда смотрю на себя в зеркало, как бы... Ну, вот сегодня я накрашена, я такая вот комбинезончик надела, пиджачок. Я, как бы, типа, пришла, да, на интервью. Я иногда выхожу из дома и думаю, Ядренов, сколько тебе лет вообще? Там просто какая-то бейсболка, комбез, какая-то толстовка, и ходит гопник такой. Сколько тебе? 18-20, фиг поймешь. Издалека не накрашена, издалека хрен разберешься вообще. Девочка, мальчик, какая-то петушня пошла. Ну, блин. Нет, ну так мне тоже норма. У меня только к попе все прилипло. О, а постоять-то да что, хорошо. Ну-ну, спрашивайте, я теперь, я доминировать буду теперь. Стой, надо доминировать. Я даже что-то могла. Давай. Мы поставим за баром. А... А никогда не было желания... Вы вообще красили какой-нибудь волос в яркий цвет? Да, у меня и розовые были, красные, и синие, и зеленые, и желтые, и оранжевые. Это подростковый у вас сейчас был? Да. И как? Да, школьные годы. У меня, во-первых, вообще были все стрижки на свете. Единственное, что я не была лысая, прям лысая. Ну, вот прям совсем наголо. А под ежика было? Да. У меня были сбриты полностью виски, затылок. Вот такой длины у меня был седой еж. Но это уже не в подростковом возрасте. Это мне было лет 25, наверное. Ага. С черными волосами тоже было все сбриты. Тут какая-то, значит, петушня болталась. И косички у меня были, и нарощенные волосы у меня были, и все длинные. Мне категорически не идет рыжий, вот так, по жизни. Ну, тоже смотря какой. Мне идет рыжий, только если это вот такой а-ля фломастерный. Ну, а-ля вот это вот, как ее зовут? Пятый элемент, лилу. Вот такой рыжий, как ни странно ужасающий, он мне идет, потому что он такой прям яркий-яркий. А вот нормальный, рыжий, типа, медный, такой ржавый. Я мне только это, горячие пирожки, и вот эти бигуди накрутить. Ну, я прям какая-то баба Люба сразу. А так у меня все было. Все-все-все прям вообще. А брови не сбривали никогда? Нет, брови не сбривали. Ну, у меня персинг был всякий разный. Там нос, губу я не... Ну, нос у меня был тут, я ходила... Ой, это на втором курсе тут было смешно. Я проколола, у меня была маленькая такая точечка, я с ней ходила вообще в итоге-то 10 лет. А на втором курсе я влюбилась... Ой, господи, боже мой, я влюбилась в... Ну, не совсем в рокера, но назовем так, чтобы не вдаваться в подробности, ну, скажем так, что в рокера. И почему-то мне казалось, что обязательно надо соответствовать стилю, вот. А ему-то как раз нравились совсем другие девушки, наоборот такие, как бы. А, у меня... Ну, я почему-то так себе придумала, буду очень 18-летней идиоткой, что надо как... Ох, ты бы меня видела. У меня были вот такие вот гриндера, такие мощные, какие-то жуткие штаны. По-моему, у меня тогда как раз была короткая стрижка, и я эту свою маленькую точку заменила на вот такое вот кольцо с таким шариком. Ой, в общем, это было... А как родители к этому относились? Нормально. Да? Ну, конечно. Ну, мама, что, она врубалась вообще во все. Она прекрасно понимала, ну, что, девочка проходит этапы всякие дебильные, что она надеялась, что я когда-нибудь это перерасту. Такая, в конце концов, ну, он даже не перерастет, ну, он не ширяется, и слава богу. А в остальном, ну, человек хороший, главное, что бы было. А в институте против не были этого? Ну, так. Ну, я где надо снимала. Блин. Да нет, ну, так, чтобы нас прям кто-то... Нет, я помню, что педагог по речи меня увидел, с ним сказал, господи. Агата, ну, вы же девочка. Я говорю, ну... Я говорю, сейчас так модно. Она, понятно. Ну, ходить. А в чем, как вы считаете, ваше главное предназначение? Вот такой вопрос. Да я классная какая-то, мне кажется. Я как-то, по-моему, многим жизнь как-то, ну, типа, украшаю. Ну, в хорошем смысле. Это не патетично. В смысле, что... Ну, самое же прикольное. Я радую кого-то. Люди радуются, мне нравится. Кого-то перевоспитываю, кому-то помогаю. Ну, я какая-то такая, не знаю. Классная тетка я. А какая у вас главная цель в жизни? Я не определилась. Серьезно, это мой жуткий вопрос. Я его ненавижу. Я его сама себе пытаюсь задать. Я все время такая, ну, к чему мы с тобой идем? И такая... Я... Я как-то склонна жить сегодняшним днем. Я вот из этих людей, которые... Мне по кайфу в моменте. Я могу залипнуть на кустик какой-нибудь. Ну, без балды. Ну, то есть я могу вот просто идти по улице, такая, блин, вот это цветочек. И я пойду нюхать. Ну, реально. То есть я не пойду какая-то... Мим, ой, какой кустик. И ушла. Не, я пойду нюхать кустик в срочном порядке. Я бы вот могу... Ну, вот я говорю, я большая девочка, а я могу вот... Я несколько дней назад качельку видела, такая, ой, качельки. Пошла качаться. И мне в этот момент плевать вообще. Чего там, кто сколько зарабатывает, где, как, что, узнавание. Ну, по-моему, это важно. Мне классно на качельках. Вот, может быть. Ну, да. Поэтому как бы... Я иногда так задаюсь этим вопросом. Какие цели? К чему мы идем? Давай! Нужно что-то! Разгоняемся! Погнали! В следующий момент я думаю, а реально надо? А можно вот получать удовольствие? Я открыта к любым вообще. Ну, то есть я совершенно открытый человек в плане энергии, предложений, каких-то штук. Я подрываюсь и с радостью хватаюсь на какие-то... Ну, цепляюсь за какие-то, да, возможности новые. Мне все интересно пробовать. Ну, вот и что? А надо как? Не знаю. Мне так нормально. Я хочу больше денег. Вот это я знаю точно. Мне мало... Вот это факт вообще. Мало мне платят, я считаю. Я очень хорошо работаю. Очень хорошо. Мне надо платить гораздо больше за то, как хорошо я работаю. Вот это я считаю точно. Факт неоспоримый. Там все все слышат? Нет? Вселенная или кто-то? На такой чудесной, веселой ноте я предлагаю закончить. Пам-пам. В общем, да, в конце наше интервью превратилось немножечко в шоу. Я не могу уже. У меня уже все затихло. Нет, я понимаю, как бы это должно быть хорошо. Это для меня вообще нонсенс. Ты не понимаешь, что я вот так вот сидела столько времени, я не умею сидеть на месте, у меня же шило, я же как это. Я человек, я просыпаюсь, чтобы ты понимала, я где-то 7 месяцев назад проснулась под пододеяльником, без одеяла. Я во сне выдавила одеяло из-под одеяльника туда, вот туда вниз, в ноги. влезли ее уроку. Нет, ты просто... Ну, то есть, как надо было спать, чтобы... А тут я у тебя просидела сколько времени. Ты что? Подвиг просто. А за кулисами не сидите на... На чем? На чем? Ну, за кулисами, когда что-то ждете за нестительной... Я за кулисами села, встала, отошла, пересела опять сюда, так посидела, полежала. Ты что? Это вообще ужас просто. Ужас, что за женщина? А за сколько до вашей сцены, до вашего выхода вы обычно за кулисы приходите? Ну, не сильно заранее. Ну, то есть, это как-то обычно в моменте... Не-не-не, но заранее. Но заранее. Есть артисты некоторые, которые говорят, я прям восторгаюсь просто. Особенно матерые, которые, вот, ты смотришь, вот, ты же уже, вот, ты стоишь в кулисе, уже готовишься к своей сцене, которая после его. Я говорю, нету, нету, нету. Ты же вот уже должен быть вот сейчас прямо на сцене, и ты вдруг смотришь, как тихонечко с коридора появляется, вот так спокойно, и ровно прям выходит на сцену. Думаешь, как ты это делаешь? Как? Как вообще? Вот прям сразу на сцену. Я так не могу. Я заранее, ну, что-то там, стоять, настроиться. Да, пошла. Спасибо большое, что пришли к нам. Сегодня было очень интересно. Пожалуйста. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. И подписывайтесь. Там лайки ставьте, все дела. Пока. Посиди час на этой коробочке и охренеть просто. Так удобно. Зато потом, когда встаешь, ты сразу начинаешь ценить. Чи-и-и. Сиди есть. Агата огонь пишет. Да. Чисто, короче, конкретно. Это у тебя голос. Да, это возможно. Да. До новых встреч. Продолжение следует...